Ставропольские села На Ставрополье сформируют карту ямочного ремонта на основе предложений местных жителей. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Он провел совещание по вопросам ремонтных дорожных работ. Напомню, по инициативе губернатора свои пожелания ставропольцы оставляли в личных аккаунтах главы региона в соцсетях. Поступило почти 500 обращений. Их обработало Краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта и передало в муниципалитеты. Владимиров поручил региональному Миндору проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования территориям, чтобы провести работы на всех запланированных к ремонту участках. Личные люди и просьбы. Обратите на них внимание. Есть проблематика, связанная с нехваткой денег. Обратите внимание, путь мы найдем. И есть задача. 1 мая. Она основная, но исходя из погодных условий для территории, где на сегодняшний день идут дожди. Мы можем продлиться до 20 мая. В Арсгире на месте старой школы номер один возведут новую. Зданию было почти 70 лет. И за эти годы оно порядком обветшало. Под новые образовательные учреждения строители готовят котлован. Уже в следующем году почти 500 школьников придут в новую школу. Все работы ведутся в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В селе Донском Труновского округа создают сельскую модельную библиотеку. Уже заключены договоры на поставку мебели, компьютерной техники и книг. Специалисты в ближайшее время приступят к электромонтажным работам. Кроме того, закупят мощную акустическую систему для проведения мероприятий и 3D-ручки. Все работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура». Многофункциональный образовательный центр откроют осенью. В селе Султане Андроповского округа обустроят площадку для праздников возле местного дома культуры. На территории объекта уже начали укладывать плитку и разбили новые клумбы. А вскоре специалисты установят лавочки. Благоустройство планируют завершить к октябрю, чтобы местные жители смогли отметить 155-летие села. Все работы пройдут в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив.